18 лет назад в школе Беслана произошли трагические события, которые потрясли весь мир. Три дня боевики держали в заложниках учителей, школьников и их родителей. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Ульяновский память жертв теракта в почти минуты молчания на традиционном митинге-реквиеме. Вечная память погибшим в Беслане и Буденновске, в Каспийске и Москве, в Волгодонске и Грозном. Вечная слава всем, кто отдал свои жизни, встав на пути зла, страха и насилия. Низкий поклон всем, кто ведет беспощадную борьбу с терроризмом. Кто стоит на боевом посту, защищая нас с вами от смертельной опасности. Среди героев, спасавших от пуль детей Дмитрий Разумовский, он родился и вырос в Ульяновске, учился в первой гимназии. 3 сентября защитник погиб, вынося из огня ребенка. В значимую дату к памятнику бойца на площади Ленина возложили сотни цветов в знак благодарности и вечной скорби. Сегодня мы боремся и отдаем жизнь, нашим парням отдают жизнь за нашу с вами безопасность, за нашу Родину. Поэтому давайте поклонимся сегодня всем, ушедшим безвременно из этой жизни, кто отдал жизнь за нашу с вами безопасность и за будущее нашей страны. В мероприятии приняли участие первые лица области и города, ветераны, участники локальных конфликтов, военнослужащие. Присоединились к памятной акции школьники и студенты. Почтили память героя России Дмитрия Разумовского, который ценой своей жизни спас в 2004 году детей. Но и сегодня мы помним о подвигах наших воинов, которые ежедневно их совершают во время спецоперации на Донбассе. Они спасают детей. Молодому поколению действительно важно прививать эти ценности, потому что, растя патриота, мы растим будущее нашей страны. После митинга Алексей Русских и первые лица города возложили цветы к вечному огню, почти в память погибших во времена Второй мировой войны. Началась она 1 сентября 1939 года и стала крупнейшим вооруженным конфликтом в истории человечества. В ней участвовали 62 государства из 74 существовавших на тот момент. Годовщина окончания войны отмечается в России 3 сентября. Если мы будем помнить тех героев, которые отдали свои жизни за честь, свободу и независимость нашей отчизны, они будут с нами всегда, вечно. Поэтому мы должны сохранять память о них. После минуты молчания состоялись залпы оружейного салюта, а взвод почетного караула прошел торжественным маршем.